студия позитивного мышления и актерского мастерства татьяна салманова макту сайфудин сегодня у нас суббота 3 апреля 2021 год сколько там времени 18 часов и 48 минут стал я не так давно легла я спать на моей эксклюзивной кровати утром стало не так давно такие вот было уже готова себе завтрак завтра как в парижах сейчас буду кушать уже варю по его мясо с макарошками так что макарошки и 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 Маслица, масленица, немножко виноградного курица. Маслица, масленица, немножко виноградного курица, немножко виноградного курица. Маслица, масленица, 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 Birazивка. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 так что вот из-за этого из-за съемочки у меня немножко макарошки так понимаю немножко переварились посмотрю не совсем хотелось бы больше чтобы они были аль денте аль денте надо было сначала конечно приготовить уже потом заняться видеосъемочкой увлечай немножко остыл может его пропустили со вчерашнего дня приняла я душ в моей ванной комнате россия санкт-петербург комендантки 32 192 литера а это самая квартира не собственник чтобы сказал чтобы сказал нюханч фильм такой не хочу смотрели мой вот поиск красивый этот поиск управляем поиск поиск афродита а 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 немножко больше виноградного уксуса добавлю вообще надо было конечно туда щелчка ножка лучка так пожаре не хватает какой-нибудь такого подливочки хорошо конечно знаете майонезе к чуть-чуть кетчупа и вообще как там и там горчица так что вот к макарошкам практика влюбись в себя я женщина мечта школа женского очарования на добавить чуть соли тогда надо что такое добавить хочу все посолю конечно как говорится макароны спагетти вообще они хороши обычно этих в италии как-то софи лорен софи лорен вообще советуют и знаете соусом из помидор вообще знаете эти томаты итальянские томаты южные томаты знаете вообще макароны хорошо соусом вообще салатом из помидор или соусом из томатов с зеленью с укропчиком с петрушечкой ну что поделаешь здесь такой бараджик не то что там на южные томаты слух интересно в принципе не так дороге сколько смотрел помидор стоит сто с чем-то рублей килограмм в магазинчике семи шагов да там уже огурцы можно было купить такой большой огурец я взвесил 20 рублей 69 рублей килограмм уже огурцы можно было купить это не совсем баджет баджет потому что у тебя помидорин и огурец смотришь на эти салаты аж два раза можно сделать вот Хотя, я уже подумала, вместо, например, виноградного уксуса и горчицы, каких-то таких еще приправ, которые обычно добавляю хрен, надо было тарелку такую более такую широкую взять, для макарошек-то. Разделать эту квашеную капусту, вот так, в принципе, приготовим макарошки, мясо, квашеной капусты. Которая, знаете, такой будет давать такой пеканый вкус. Любому блюду, макарошкам и картошку сварим от соевого мяса. Я еще не сделала, говорю, говорю, но еще не сделала капусту. Макарошечная капуста у меня лежат в холодильнике. Макарошечная капусты. С hunger. И раскрыться во всем своем очаровании. Спроси себя сейчас. Я сейчас, как женщина, готова быть любимой. Готова быть очарованный собой и очаровывать собой мир Я готова принять все самое лучшее Вкусить все самое вкусное И быть одаренной Вселенной Всем, чем только я пожелаю Будь чистой сегодня В шкале от 1 до 10 Как ты оцениваешь сейчас Тотая какая ты есть сейчас Насколько ты сейчас себя принимаешь и любишь Чтобы позволить себе С реализовать в своей жизни Состояние быть влюбивой Благорабивой Фоморческой Спокойной Женщиной, которая любит, которая любит и жить его блажен И остаться в гармонии с собой и звуком Со своим миром Здесь и сейчас Искренне оцени себя В шкале от 1 до 10 Увидь себя сейчас Такая какая ты есть Твою москву Теперь поставь этот образ в себя Такая какая ты есть сейчас Перед собой Номер телефона 7 999-055-66-87 Звонит сейчас 19 часов 13 минут 3 апреля 2021 года Такие вот дела Целый день звонят Целый день звонят различные номера Ну это из банка Тинькофф Я так понимаю Они хотят мне сказать Чтобы я заплатила Очередной платеж 1000 рублей до 8 апреля Еще утконос прислал мне промо-код Раз, два и к столу До 50% скидки На быстрое и вкусное 19 часов 3 минуты СМС я получила На мой номер телефона Ну да Еще такой этот номер Который на 10 Звонит Звонил он тоже сегодня И номер на 10 Там поднимаешь Молчат Я не подхожу Ну а что подходить Я напишу Что платеж Я заплачу Зачем Зачем подходить Понимаете Только хочешь отдохнуть Понимаете Вот это Вот Ну а ты Телефон на 10 Заканчиваете Наверное Какой-то тайный поклонник Он знаете Звонит много раз Поднимаешь трубку И там молчание Ну как говорит Рената Литвинова Что она постоянно Меняет номера телефонов Потому что Иначе будут звонить Поклонники А он там даже Озвучен и написан Мой номер телефона 7-981-845-6182 Это мой номер телефона Так что вот Оформлен на мое имя По моему паспорту Хочешь отдохнуть Можно быть такой Гармоничный Счастливый Расслабленный Понимаете Гармоничный Где-то у меня ножик Сейчас я сполосну Еще ножик Можно быть такой Гармоничный Счастливый Расслабленный Такой Влюбляться в себя И чтобы Знаете Тут это Полдня Звонили из банка Просили заплатить В общем Это тысяча рублей До 8 апреля Возможный взрос долга Так что Заплатите за электричество 14 тысяч рублей Такой вопрос Я философский Ну а что Давайте по философствуем Счастье Оно в деньгах Или нет Конечно Скорее всего Конечно Счастье не в деньгах Ну чтобы Не кушать Просто рис С жареным луком Как я кушала вчера Рис Отварила Кушала С жареным луком С морковкой Чтобы можно было Купить Рыбу Или лосось Или какую-то другую рыбу Креветки Пожарить На второе Или парное Сделать Парную рыбу Или на гриле Ну я просто люблю рыбу Я уж Или знаете Купить Черно-красные Икры Фруктов Овощей К чаю Тортик К чаю Тарамису Да Где вы работаете Сколько вы зарабатываете Вам наверное ничего не надо Вы наверное счастливы И так Кушаем макароны Такой вопрос Запрос Счастье понимаете Вот это вот Счастье Оно в деньгах Если нужно Привезти мои Еще вещи С Петергофа Из моего Эллинга А что это Бесплатно Это нужно Машину Это бензин Это нужно Оплатить На это Нужны деньги Вот мне нужно Съездить В Белоостров Посмотреть Порядок У меня там Или нет Железнодорожное 20 Литера Асен Петербург Поселок Белоостров Тоже Я обычно На такси Ездила На такси Ну да С Петергофа С моего Эллинга Ну или Мы с Василием Ильичем Ездили На машине Просто Такой Запрос Вопрос Если у Вас Денег нету Чтобы купить Хорошо Даже Чтобы купить Рис Предположим Рис Про парень Он рублей Около 70 Стоит Около 70 Рублей Все равно Нужна На это Нужны деньги Да чтобы Ну хорошо Рис Мы уже Не будем Как бы Даже Говорить О рис Ладно Скажем Макароны Вот Макароны Вот Это Салмана Философ 13 Рублей 99 Копеек Представляете 400 грамм Макарон 13 Рублей 99 Копеек В магазинчике Саняшар Ну это Чтобы просто Макароны Покушать Но Вам нужно Иметь эти деньги 13 рублей 99 Копеек Чтобы купить Макароны Вам нужно Иметь силы Чтобы пойти В магазин И купить Эти макароны Но Еще Эти макароны Должны Продаваться В этом Магазине Ну это Такая Отдельная История Потом Вам нужно Жилье Я не знаю Там Квартира Не знаю Дом Холодная Горячая Вода Чтобы Приготовить Эти макароны Вынимаете Потом Нужно Не знаю Там Вилки Кастрюля Ложки Вилки И не забывайте Мы живем Не в каменном Веке Вы же не будете Вот это Макароны На улице Готовить В чем-то Вам нужна Плитка Газовая Электрическая Где там В доме Там Не знаю В квартире А вы считаете Что это Как-то Все бесплатно Вот это Все бесплатно А если Предположить Что этого Ничего Нету Ни денег На квартиру Ни на коммунальные Платежи Ни чтобы купить Квартиру Ни чтобы снять Ну различные варианты Там Дом Коттедж Денег нет На продукты И так далее Зима Особенно Знаете Зима Бывают холодные Там Минус 20 Я так думаю Что мы даже Говорим не о счастье В данном случае А о выживании То есть Выживание Знаете Чтобы Знаете Тот Кому нужно выжить Знаете Ему до счастья Уже Еще очень далеко А ведь Нужно согреться Нужна Одежда Какая-то Чистая вода Чтобы Приготовить Чай Или В общем Как-то Получается Получается Вот такая фраза Счастье Оно в деньгах Я так понимаю При Вот Как там Мир Как вот он устроен Я так понимаю Что деньги Являются Необходимостью Еще знаете До счастья Очень далеко Если какой-то Минимальный уровень Нужен Необходимый Для выживания Денег А до счастья В таком случае Вообще Еще Как до неба Как до луны А где вы будете спать Если минус 20 На улице Зима Вот это Одежда Ветхая А где-то спать Где вы будете спать Вы будете спать На снегу Или где На дереве Интересно Правда? Получается При той ситуации Как устроен Современный мир Ну можем Как какого Там Натуральное Хозяйство Возможно Тот Кто живет Где-то В селе В деревне Они там Могут Обмениваться У кого Есть коровы Там Молоко У кого Яйца Менять Яйца Знаете На молоко В общем Там еще что-то Ну а минимальное Что-то должно быть Понимаете Дома В общем Одежда Где-то я слышала Такую фразу Счастье Не в деньгах А в их количестве Я не знаю Я просто Рассуждаю На эту тему Я Как говорится Просто Рассуждаю Получается Если мало Денег Человек Может Где-то Там В деревне Жить Ему не хочется В общем Он там Где-то В деревне А если У него Много Денег Он Может Жить На Самом Шикарном Не знаю В самых шикарных домах В Европе Купить себе Замок Понимаете Старинный французский Замок Есть Философский вопрос Счастье Оно в деньгах Или в количестве денег Или в принципе Счастье К деньгам Не имеет отношения И почему Говорят Что Бедность Это болезнь Джоис Мерфи Об этом пишет Говорятнее всего Что такая Бедность Нищета Когда нету денег Она людей Толкает на преступления Различные Чтобы добыть Эти деньги Чтобы прожить Выжить У кого-то Это привычка Уже Становится Понимаете Рецепт Ну да, можно тогда счастливо отдохнуть, когда он постоянно звонит на телефон с этими номерами, он звонит с различных номеров. И хотят сказать, что я заплатила 1000 рублей банку Тинькофф. Так они упомненно настаивают. А я не работаю, я занимаюсь творчеством, у меня тягность миопатии с 1997 года. Я занимаюсь творчеством, арт-дизайнер, блогер, писатель, модельер, кирпичи, мой ноу-хау, кирпичи мокрым поливом, дизайнерский проект, мой элем 4 этажа. Художественным дизайном интерьеров занимаюсь, арт-фотографы выкладываю мои фотографии, селфи, художественные селфи. Огромное количество видео снимаю. Как я пишу? Хочу заработать на моих видео, засняла огромное количество видео, и маленькие, и большие, и очень большие. Хочу заработать честные огромные деньги. Читайте мои бронирования. И счастливо жить. Да. Купить себе шикарный дом, машину или машины, и вообще разные дома, путешествовать. Ездить на всякие там, не знаю там, ретриты, семинары, покупать книжки по позитивному мышлению, старинную мебель, картина. Я являюсь еще коллекционером. Все, что вы видите, это все мое. Картины, мебеля, лампы. Я коллекционирую. Так что вот. Какая-то есть другая, понимаете, другая сторона, как говорят, богатые тоже плачут. У богатых тоже проблема. А с другой стороны, может быть счастье, оно не в деньгах. Счастье может в здоровье. Имея здоровье, может устроиться на работу. Зарабатывать деньги. Эти деньги тратить на свою, так скажем, жизнь, сколько заработает. Такая жизнь у него будет. А сон мне сегодня интересный снился. А знаете, что мне снилось? Можешь фамилию я говорить не буду. Мне снился Антон Саныч. Так что вот. Я еще снился мне. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А еще снился мне Серега, что он совершенно пропитой ходит на… ну в крайней мере видела, что сидит на сеансе канавалово она это бывает такие опущенные алкоголики вот он такого таком виде как говорится на сеансе канавалово он кстати ни разу не ходила сеанс канавалово ну по крайней мере а когда мы с мамы ходили с тамарой петровной но как говорил канавалов сергей сергеевич вы можете к буклету прицепите фотографии кому хотите помочь и у мамы был буклет и там была серёгина фотографии она с этим буклетом ходила на сеанс его раскладывала не один год ходила хотела по фотографии помочь а когда мы с ней поехали знаете есть такой мужчина который ну там это в общем помогает уже со здоровьем там люди к нему обращаются ой сергей как его там я не умею не сергей звали ну в общем я я его за интернет чем огнецентре как такой центр него и помощи там травы настойки я к нему ездила они с мамой к нему ездили такой вот по фотографии тогда посередине сказал что ему помочь нельзя по крайней мере он нам ну не берется то есть как говорится у него сил таких нет то есть он сказал нельзя что вот эти он принимал такие сеансы у него были на квартире в центре на высоком этаже на высоком доме в центре не такие большие дома ну там пятый шестой седьмой этаж вот так вот такая наверное трехкомнатная квартира все двери по правую руку двери по правую руку как входите по правую руку двери так самые первые двери направо к большая там даже проходные комнаты вон там был прием он делал какие-то различные настойки кстати очень помогало знаете вот от зуба например зуб болит он мне давал этики настойки вот и например на тем я очень долго хотела сохранить зуб не говорили этим в общем там корень когда мне называется знаете как там когда корень и таскивают за делу заделывают каналы а вот и уже нужно как-то проткнули когда этику сложный зуб у меня внизу здесь был это мне делала как как ее назвали там врач она также лечила этих начальников союз контракта женщина было давно она мне переделывала эти каналы когда мне еще в школе делали когда была маленькая она мне эти каналы уже по-современному вот его здесь внизу со стороны такой зуб и она долго с ним возилась и явно проткнула как-то вот там проткнула и в общем так вот потом как ничего запломбировала но вот когда я там собралась в америку уезжать у меня этот зуб очень болел очень болел просто адский болел вот но я его решила все-таки сохранить я прикладывала туда знаете вот эти вот такие настойку приложу и как-то вот это но однажды так заболел и в америке даже не врачах с этим зубом обращалась даже в америке эти годы сохранял этот зуб я сумела годы несмотря на такую боль я сумела зуб сохранить думаю не хочу вырывать хотя надо было вырвать и поставить импулант я думаю нет пусть будет в общем как-то вот это и в америке обращалась сан-трансисом госпиталь даже там был такой мужчина профессор пожилой как раз под этим по каналам как рука нам это называют ну поняли да вот он смотрел этот зуб и сказал что в общем зуб сохранить нельзя ну и так не очень сильно болел так иногда это знаете какая-то такая жесткая пища так в принципе года годы и как бы там но уже когда я перед отъезду сюда в россию этот зуб пришлось удалить пришлось удалить и специальность там удаляешь и специально пломбируют эти вот не просто вытаскивают а если за деньги специально еще делают такую штуку чтобы сна была ровная весна была ровная и чтобы подготавливать для вот этого для импланта что вот хотела салмана вы спросите при этом салмана большой опыт я понимаю по блату потому что жена врача перимакс владанский то есть там да есть такое там прям такую штуку надевают знаете народ специальную такую штучку прям вот это прям на эту обслуживание как-то долго он делать зуб тащил это заняло наверно часа полтора знаете это укол потом все вот это как найдешь тут все это вот это было как говорится все профессионально долго занял эта процедура вот а в это время сигнал был тревоги что сан-францис заминирован ну да когда я как раз за друг друг не лечила да всем выйти на улицу это было долго вот это так это любезность долго вот это потом даже не антибиотик выписал нужно принимать что мало ли вот это в аптеку антибиотик или как там что там такое еще принимала чтобы это все такое было так что вот а с этой стороны так странно примерно такой же зуб тут уже меня на эти стал болеть в общем как-то вот это а вернем сломался только корень уже остался корень такой сломанный был но стал болеть ну а я была в этой с квартова степанова психушке да у них там тоже зубной врач и был вот болит они там 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 тащит скажу что еще с уколом тащит разница там зашел он укол сделал вышел посидел пока десна десна вот это вот это ну потом она рыбанул положил туда вату и все короче три минуты и короче свободен да так все было но потом была такая адская боль и вообще просто вот это ну дали мне таблетку обезболивающим какую-то обезболивающую приняла таблетку вот мне нужно было пломбировать наверху не знаете вот этот вот зуб но наверху пломбировать но тоже деньги нужно счастье же не в деньгах правильному сом с вами поняли что в принципе счастье она как бы не в деньгах я даже не знаю вот мне нужно было вообще нужно некоторые корни тут тащить а вообще вот нужно было пломбировать зуб я вовремя не пошла лечить и он у меня сломался теперь когда на той стороне вот кушаю плял попадает там еще с нервом же это вот сломался зуб на той стороне когда попадает зуб больно болит каждый у вас нет денег на зубного врача а в принципе да если у вас есть этот полюс как это медицинского страхования и вы знаете в этом городе принципе можно бесплатно я с вами согласна совершенно согласна бесплатно можно бесплатно в принципе я так понимаю по полюсу делают бесплатно зубы лечат так вот там где этот мужчина принимал это квартира как входишь это была большая комната на проходная как ходишь сразу налево у него стол стоял сразу налево такой полноватый парень молодой лет или 30 так что вот ну что 19 часов 43 минуты 3 апреля 2021 год а так сейчас я буду отдыхать смотреть фильмы здесь я загружаю на мои каналы youtube и 2 мои канала youtube и татьяна сломана мохтун сайфудин на русском на английском языке видео у меня огромное количество видео заснято я тут и в моей квартире сейчас я загружаю так что вот сама буду на моей эксклюзивной кровати смотреть фильмы что-нибудь позитивненько а здесь буду загружать и буду загружать видео так что вот так что вот Ну да, только вот проблема, например, живет в какой-то глухой деревне, какая-нибудь пожилая женщина, ну, я так понимаю, что может она обратиться к врачу, к зубному врачу где-то в центре или где там зубные врачи, туда ехать надо. Вы думаете, что от ее дома ходит туда или маршрутка, или автобус, туда еще добираться надо. Дойти туда, доехать дойти надо, в глухой деревне. А есть такие, что там, знаете, бывают паводки, еще, знаете, сейчас будет весна. Там все водой заливает, там даже не пройдешь, не проедешь. Только на вертолете. Такие поселки. Вы не знали, нет? Все-таки, наверное, получается, что счастье, оно в здоровье. Ну, и такое открытое, знаете, такое философское какое-то вот просто рассуждение. Просто рассуждаю. Вот, обратите внимание. Я вот все ему посылаю, мои видео. Надо что-нибудь им такое написать. Как вы считаете, что нужно написать Михаилу Маратовичу Фридману, российскому миллиардеру, чтобы он мне ответил? Вы кто как считает? Инстаграм, вот его инстаграм. Он так улыбается, понимаете, что ему такое написать? Я думаю, что ему что-нибудь, я ему такое напишу. Мы будем на русском или на английском писать, как вы считаете? Обратите внимание. Ну да, после моих вчерашних публикаций, после моих, знаете, брендирований, я уже так это, сегодня посмотрела таким взором, там три машины ОМОНа, оно выезжало. Ну да, после моих вот этих брендирований, вы почитайте, что я там брендирование написал. Три машины ОМОНа, оно выезжало. Ну, куда-то там, я не знаю, в общем, оно, оно выезжало, ну да. Я даже, знаете, когда я так посмотрела, думаю, удивлена, неужели, в общем, как-то что-то там такое. Так вы же претендуете, вы хотите, чтобы эти машины к вам приехали, я правильно понимаю? Я просто таким взором смотрела, что там вот хотят, чтобы мы помогли, то есть помогли, чтобы эти машины выехали к вам. Я спросила, когда приезжали с Василием Ириановичем на железнодорожную 20, литера А, я там постучала с, как его, там собственник второй половины дома, Александров Виктор Анатольевич. Я у него спросила, куда он делал мой мамин велосипед, у мамы был велосипед. Я говорю, велосипед я не обнаружила. Я говорю, хорошо, вы там сожгли все мои вещи, все мои детские игрушки, все, что можно, все сожгли. Я говорю, где мамин велосипед? Велосипед, ну, явно не мог сжечь. У мамы был такой велосипед с небольшими колесами. Что же мне такое ответило? Он такое сказал, что если я чем-то недовольна, я могу жаловаться. Что-то он такое мне ответил. Ну, да, он сказал, что если я чем-то недовольна, то я могу жаловаться. Вот, точно не припомню, но, в общем, так. Или там в суд могу обращаться, или как-то жаловаться, если я чем-то недовольна. Что я не обнаружила мамина велосипеда. Тамара Петровна. Знаете, такой взрослый велосипед, но колеса там маленькие. Вот. Он явно не мог испариться. Его, может быть, кто-то спер, мог спереть, но, в общем, вы понимаете. Так что они хотят, чтобы эти машины... А знаете, вот эти машины, они выехали по одной дороге, они по навигатору. Они, знаете, откуда там выехали? По навигатору. Это очень интересно. Сделал, сломал еще сценарист. Вы же понимаете, это 14 тысяч рублей за электричество. Они нужно платить. Они такие выехали по одной дороге, едут, едут, а потом смотрят, а они уж совсем по другой едут. Они даже не поняли, как они туда очтились, очутились, как они там вообще. Им еще и повезло. Им еще повезло, что они, знаете, там это... Не там... Не на необитаемом острове очутились. Среди вот этих вот, как они называются. А всего лишь, наверное, на другой дороге по... Ну, просто, знаете, дорог-то много здесь. Едут, едут, понимаете, едут, а потом, знаете, как-то там завернули или как-то на светофоре остановились, а потом такой, хоп, смотрят, а они совершенно на другом, на другой дороге, но тоже на светофоре стоят. Ну да. Но так можно вечно ехать. Хочу хорошую, правда, вот эту вот? Хорошая тема. Останавливались на светофоре и переместились совершенно на другую дорогу, но в Санкт-Петербурге. Им еще повезло, что они в Санкт-Петербурге остались. Да. Потому что бы их не совсем поняли, понимаете, вот этот ОМОН где-нибудь в другом государстве. Они бы подумали, что это, понимаете, налет. Они бы подумали, что это совершенно налет, вот этот вот, я не понимаю, войска. Если бы они очутились в другом государстве, понимаете, такие сутки с этим, вот я не знаю, в каком там, эти смотрят, смотрят, эти три машины этих вооруженные ОМОНа едут. Они подумали, они подумали, что это вообще на самом деле, как это, как называется вот это вот? Это восстание. Ну да, восстание. Там мы подумали, что это какие-то, какой-то, где как-то они вот это вот, что-то они собираются там захватывать. А так всего лишь здесь где-то вот на одном остановились на светофоре, и очутились совсем на другой дороге, но тоже на светофоре. Так можно вообще вечно ехать. Пока не устанешь, пока деньги на бензин есть, можешь ехать, короче. Пока они там не устанут ехать, короче. А сколько они там устанут? Знаете, спать захочется, вот это потом мне решать нужно уже обратно. Так что вот. А можно в пробку. А, понимаете, если в пробку, их могут на вертолеты. А если их на вертолеты пересадят? Так а там вообще вот это в небе, там летишь, летишь, там же вообще не видно, где там летишь. Ага, вертолет, наверное, не так. На вертолете, наверное, все-таки видно. А туман? Представляете, их пересадят на вертолеты, тут туман, а они вот летят, летят, у них же по навигатору, знаете, по навигатору, это куда лететь. Если туман, со всех сторон туман, откуда они знают, где летят? Может, они вообще на месте стоят, а им кажется, что они летят. Так что вот. А, вы хотите, чтобы они к вам? Ну, в общем, чтобы они к вам приехали. Ой, что будем написать? Ну, что-то, что-то такое написать. Подожди, а надо что-то написать. Ой, думаю, что такое написать? Интересно. Потому что видео отправляю, я столько уже видео отправила, даже не знаю. Так, здесь можно как бы знать, что такое написать. Пока что-то у меня как-то особых мыслей нет, что такое написать. Так, здесь я не знаю. вообще конечно мне там не до них потому что эти хреново хреново себя чувствовал так хреново себя чувствовать я лечу понимаете что там два месяца и два месяца 10 дней психушки 9 дней в холодном эллинге ты нужно понимать так почки прихватила у меня понимаете мочевой пузырь почки лечу народными средствами я что миопатию много лет лечу там на сеансах коновалова книжки там травинка так что вот различные народные методики то голова то ноги то понимаете то почки то мочевой пузырь вот все и лечу на реабилитации дома коронавирус я перенесла в тяжелой форме в августе 2020 года пишем говорил что я дома на реабилитации я мусор надо вынести а там-то мусор вынесла раз в неделю там ну может там раз пять дней там в нашу мусор мусор провод ну кроме конечно вот этого пластмасса и вот этих вот стеклянных банок если какие-то стеклянные стеклянными не так часто это стекло конечно стеклянные банки или что там бутылки я не кидаю мусоропровод я выношу на улицу там потом у нас такие контейнеры там стоят знаете ведь как по-американски это стекло пластик отдельно так что вот такой обычный мусор я мусоропровод выкидываю в этом в черных мешках мне эти мешки куплены помойные это как в америке вы спросите у перри стоимость как по-американски там специально контейнеры поставлены но не будет же по каждой пластиковой бутылки ходить этот контейнер вы спросите у перри там когда пластик пластиковые бутылки мы отдельно в отдельные мешки собирали и там когда накопится уже много этих пластиковых бутылок тогда их уже как бы отдельно от обычного мусора там отдельно забирает машину в америке так там по пластиковой одной бутылке никто не ходит а он наберется знаете наберется там пять мешков например или сколько больших найти таких по 60 литров а так они там вот лежали один отдельно отдельному мусор собираю что у них а у них отдельно понимаете там это стекло отдельно пластик отдельно они им перерабатывают так что вот я тоже отдельно пластик в мешке как бы отдельно вы поняли да а продуктов я себе закупила целую неделю ходила василий варьянович мне деньги привез наличные я закупила себе продукты в магазинчике семи шагах лишь он показывал и чеки показываю все это написала озвучила так что вот фильм я очень интересно смотрел ски сериал очень интересный смотрел типа такой мужчина такой знахарь с высшим медицинским образованием но такой в общем лесник так что вот там такая ситуация была врачи не могли поставить диагноз вообще там девушки вот она там в больнице была он посоветовал посоветовал этого знахаря вот он приехал с отваром напоил ее отваром и сказал диагноз она быстро поправилась вот такой же эти лесник он там собирает какие-то вот эти травки растения специалистов а врачи не могли поставить диагноз на скрыну неизвестно неизвестно когда вот то-то где-то на вот тоже вот 1 дант вытащил вообще-то же было неизвестно что и он в общем этими отварами как-то вот вытащил наверное есть такие удивительные люди ну а что далеко ходить от луи за хей луи за хей она сама себя вылечила от рака вы читаете ее книги прожила очень долго больше чем 90 лет позитивные аффирмации позитивные настроя аффирмации всемирно известный автор там книжка написано что даже у нее было такое издательство у нее даже в издательстве рабочий день начинался с позитивных аффирмаций так что вот хотите чтобы я вам повторила так я на многих видео это в общем говорю как-то вот это а вчера тоже такой интересный сериал смотрела трехчасовой но вы хотите чтобы я все пересказала даже не буду вам на все три часа пересказывать это сериал общем смысл конечно смысл в общем как-то ну а в следующей серии следующая серия сериала кафе красоты да бьюти расскажу это все а все 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 В общем, не знаю, что ему написать. В общем, ладно, закрываю я. Закрываю. Три процесса движения танцев для новичков. Три процесса движения танцев. Три процесса движения танцев. Три процесса движения танцев. Три процесса движения танцев. Обратите внимание, в Алма-Ате 51-летняя женщина родила первенца. Смотрите, новости. Хотите новости посмотрим? А это в 17-м году она родила. Все наше время для управления вашими инвестициями. Это в 17-м году, новости 17-го года. Ласково и бережно долгожданного ребенка из родительной в палату перевозит мама Сандугаш Кусметаева. Счастливая дня она ждала многие годы. Женщина посетила десятки клиник. Врачи ставили неутешительные диагнозы. Но 9 марта этого года произошло настоящее чудо. Сандугаш родила первенца, дочь. Весом 3 килограмма 170 граммов. При встрече с нами счастливая мама едва сдерживала слезы радости. Мы молились днями и ночами, ни на минуту не теряли надежды. И вот наши мечты спылись. У нас родилась дочь. Я хочу всем женщинам пожелать счастья. Сказать, что никогда нельзя терять надежду. Мы с мужем прошли через многое. И вот свершилось. Мы ждали ребенка почти 30 лет. Образильное отделение Центра Акушенства, гинекологии и берементологии Сандугаш Кусметаева поступило неделю назад. Учитывая имевшиеся осложнения во время беременности и солидный возраст посредки, врачи сначала провели целый конец обследований, а потом решились провести операцию и срываться чем нет. Сейчас мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. Они находятся в отелье мать и дитя. Врачи говорят, что этот случай, поистине, уникальный. Такого не было ни в этом институте, ни в городе. Опытные врачи признаются, их доводилось принимать роту у мамочек за 40. Но чтобы разменявшись на десяток, женщины родила пятница, такого мужа не могут припомнить. Случай называют по-настоящему уникальным. Порой даже молодым не удается выносить и родить на здоровье малыша. Существуют риски в нашем мире данной беременности. С возрастом, естественно, гормональным он организмом и иммунитет, конечно, общая иммунитет страдает. И поэтому данная беременность достаточно проблематична была. Наш центр достаточно часто сталкивается с проблемами, ситуациями такими, но курирует весело. Субтитры делал DimaTorzok 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 Поваляйтесь в этих деньгах Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok